Конечно, опытный парень, серьезный парень. А будешь ты куда полетел? Праздник начнет, что не набросано, столько развивается. Таланты 99% похотые. Приветствую, дорогие друзья. Сегодня мы побеседуем с человеком, который является тяжеловесом, который очень успешно выступал в промоушен Пайтнесс Глобал, являлся обладателем пояса в тяжеловесовой категории. С нами Сергей Павлович. Приветствую. Привет, Арслан. Сергей, как твои дела? Слышали, что совсем скоро состоится бой, бой в промоушене, UUC. Как себя чувствуешь? Чувствую себя хорошо, дела хорошо. Вот завтра уже вылетаем в Китай. Вот, в принципе, что добавить? Все отлично, все хорошо. Как подготовка проходила сейчас? Тренировка, отдых, как? Что сейчас? Ты знаешь, как в этот раз получилось немножко, ну так, не запланировано, потому что были такие изначально разговоры, то, что подпишусь. И мы изначально готовились в Дагестане, Махачкалет, с тренером, с Феликсом Уруджиевым. То есть сборы шли полным ходом. Ну, точной информации не было. Подпишусь, не подпишусь. Ну, в общем, сборы проходили. И там за сколько-то дней до боя, ну, турнир в Москве когда был, предложили. Я говорю, ну, это рановато, надо чуть-чуть подальше. И отменилось. И потом время какое-то прошло, вот, получается, за месяц позвонили. Будешь драться? Я говорю, да, буду драться. Поэтому, в принципе, нормально. Чуть такая специфическая подготовка прошла. А так, в принципе, все время тренировался. Не скажу, что там расслабленном состоянии находился. Я рад, что вы драться. Мне там спрашивают опытный соперник и так далее. Мы все люди. Мы все там из мяса, состоим из костей. Поэтому, да, готовиться, тренироваться, выходить и драться. Конечно, опытный парень, серьезный парень. Мы просматривали бои, готовились и так далее. То есть, не сказать, что там какое-то проходное и так далее. Ну, надо драться, выходить, чтобы становиться лучшим, надо драться с лучшими. Что для тебя? Промоушен UFC. Это новая ступень в твоей жизни. Вот расскажи о том, как ты к ней шел, с какими, возможно, трудностями столкнулся. Ну, UFC, я, наверное, в предыдущих интервью рассказывал, то, что я еще с малых лет смотрел и покупал на DVD-дисках первые выпуски UFC. Поэтому первые бои без правил, как смешанные наборства, я познакомился с UFC. Оттуда узнал. Для меня, конечно, это такая большая ступень в моей карьере профессиональной. Я к этому долго шел. Конечно, путь был такой долгий, тяжелый. Ну, я рад, что я в этом промоушене. Поэтому буду стараться тренироваться и все силы уложить, чтобы так же хорошо выступать и радовать болельщиков. Твои тренировочные сборы в Америке наверняка повлияли. Расскажи об этом. Что тебя сподвигло, возможно, полететь, тренироваться в Вакей, в Сан-Фосе? Как тебе сами тренировки, атмосфера, которая там? На самом деле, в Ваке я был второй раз уже на сборах с ребятами, с командой, с нашей Игл-СМА. Все очень хорошо. У нас там коллектив очень дружный. То есть, на самом деле, атмосфера очень приятная. Там чуть другой, как бы скажет, уровень, что ли, сборов. Я не скажу, что у нас как-то остается. Просто у нас одни тренировки в России, в Америке другие. В целом, атмосфера очень благоприятная, хорошая. Поэтому я желаю, у кого есть возможность летать, тренироваться, брать что-то новое для себя. Знаешь, когда видишь какую-то картинку, ты думаешь... Говорят в народе, что везде хорошо, где наслед. И когда, на самом деле, замечаешь, смотришь видеозаписи, смотришь фотографии, как ребята тренируются за границей, и думаешь, что те залы значительно отличаются от нашей. Что-то атмосфера, она совершенно иная, она какая-то где-то фантастическая, что ли. Так ли это на самом деле? В тот момент, когда ты там тренировался, ты чувствовал, что это что-то извне, это что-то такое вот нереальное, масштабное, огромное. Или это был просто приезд за границу, какой-то определенный сбор ты прошел, и ничего такого внутреннего не испытал? Ну, знаешь, да, это другая атмосфера, то есть все равно, кто у нас, ребята здесь, допустим, в России живущие, приедут в Америку, ну, и так же со многими спортсменами общался, в принципе, испытывают те же самые эмоции. Это другой зал, другая атмосфера. У нас, когда тренируются, знаешь, как более, что ли, однотонно, однообразно, сгущенные краски, то есть ты психологически больше устаешь, а там ты тренируйся, то есть нагрузки не меньше, ну, ты более восстанавливаешься, что ли, быстрее, то ли психологический процесс восстановления чуть по-другому идет. А сама система, система вот внутренняя, рабочая, она чем отвечает? Не знаю, я там не специалист системных работ. Просто скажу, у нас тоже тут в зале с ребятами обстановка очень хорошая, дружеская, там тоже очень такая позитивная. Мне кажется, разные школы, то есть бойцу в любом случае надо здесь потренироваться, еще куда-то поехать, тренироваться, вот, например, я советую в АКА в зал хороший, где я был, знаю, что там очень хорошие условия, туда сидеть потренироваться, а боец уже сам выберет, как он более плодотворнее или где лучше. Я думаю, это все индивидуально. В тот момент, когда ты там тренировался, там присутствует огромное количество земляков, ребят из России, это тебя побудило, как-то подтолкнуло, чтобы ты туда поехал, или все вот как-то с течением обстоятельств? Ты знаешь, все равно хорошо, когда ребята, как бы, все равно я английский не знаю, там подскажут, где как, то есть я в прошлых интервью тоже говорил, там бывает, придешь с тренировки уставшие парни, там через номер живут, позовут, там на ужин покушать, то есть такая атмосфера очень приятная, дружеская, это, конечно, помогает все. В целом, после тяжелых тренировок, когда ты пообщался, там, вместе посидели, покушали, посмеялись, это разряжает обстановку, соответственно, на следующий день ты идешь на тренировку уже, ну, не чувствуешь, что ты на сборах, как-то полегче. Какой-то интересный случай, возможно, из вот... Слушай, расскажу случай, да, как раз мы потренировались вечером, я уже в гостинице подхожу, Хабиб звонит, говорит, Серега, подходи, а там у нас место, где мы постоянно кафе кушали, и там поклонники ее просто накрыли огромный стол еды, вот такой прям... Ой, сейчас, сейчас... Не вспомню, честно сказать, не вспомню, но там, в общем, весь зал позвали, все были в шоке, там просто, не знаю, как на свадьбе, огромные эти столы еды, плова, там мясо, это, конечно, такой был хороший момент. А, еще Абуз, Абузпян Алиханов, пацан, знаешь, он, получается, улетел, вот, получается, за день, и как раз он поедет, связь, звоним, Абуз, ты куда полетел тут только, все, праздник начался. А какой период, вы, если не ошибаюсь, полетели вместе с Абузками? Да, да, с Абузом вместе. А как вы вместе тренировались, и почему пара за Ани улетел? У него бой был, у него бой был, и ему надо было уже лететь, акклиматизация и так далее, то есть... Ты освободил поезд, ты освободил звание чемпиона, промоушен на Файтнесс Глобал, расскажи, а твоя, возможно, аналитика, кто достойный этого звания? Ты знаешь, сейчас у нас индустрия смешно-ненабросно столько развивается, что столько хороших ребят, и ребят, которых мы еще не знаем, какой-то прогноз давать, я думаю, неправильно. Со временем, я думаю, выявится чемпион, прям смотришь, развиваешься, то есть все больше и больше людей занимается этим, соответственно, уровень растет. Единственное, могу что отметить, это положительный плюс, что большое количество людей начинает заниматься спортом, наша нация, она становится более здоровой, крепкой, это только вам большой плюс. Ты парень из деревни, если мы не ошибаемся, в Горстовской области. Что побудило тогдашнего парнишку, который начинал, возможно, свое спортивное начало, приехать в столицу, начать новый путь, начать новую дорогу жизни? Ну, скажем так, к этому виду спорта я всегда тяготел с детства, то есть я всегда... Именно к ММА или... Да, да, к ММА, потом, когда ЮСИ, потом узнал, что наш боец Федор Демиляненко, конечно, смотрел, то есть такие люди, потом еще и еще ребята появлялись, сам начал заниматься, мне это нравилось, то есть не знаю, с детства мне всегда нравилось это, и как бы я рад, что шел к этому, занимаясь тем, чем хочу, как бы, может быть, там, молодежь так же смотрит, все равно мы должны как-то какой-то хороший, что ли, пример стараться. Понятно, мы все не идеальные люди, ну, стараться идти к чему-то такому хорошему, и что, если люди тоже будут идти за нами, от этого тоже хорошо становится. Я не считаю, что смешный наборство это какой-то плохой спорт и так далее. Я, в первую очередь, смотрю, чтобы молодые парни, вот так по улице идешь, вроде здоровый парень, там, трехметровый, но он идет с сигаретой, он там какой-то, знаешь, весь ватный, хотя я так про себя, причем часто так бывает, представляю, слушай, а если бы он чуть спортом занимался, мне кажется, я бы там кувалдой не сбить было. Ну, все равно, аж идешь так по спортивному, присматриваешь, и все равно парень должен выглядеть парнем, он должен быть, не знаю, так же умный и так далее, но он должен быть крепким, выглядеть как мужчина, потому что сейчас тоже часто наблюдаешь, когда девушка крепче парня идет, мне кажется, неправильно, все равно у нас какие-то должны быть правильные понятия, взгляд на жизнь, устои. В успехе спортсмена, твое мнение, больше влияет именно тренировки, именно период, возможно, именно то время, которое они занимаются этим, или все-таки вот одаренность тоже играет такую немаленькую роль? Я думаю, все играет роль, начиная от того, с кем ты общаешься, кто твой тренер, твой круг, тренировки, естественно, говорят, что там талантливый парень, вы знаете, талант это 99% пахоты в зале, то есть надо пахать, без пахоты никуда, все в целом, то есть когда есть даже такие случаи, если ты хочешь измениться, поменяй все вокруг себя, то есть так же, не знаю, мне не думая, что парень, который ему нравится там баскетбол, и он постоянно баскетболистами, что он там великий боец смешанных ненаборств. Все в целом вокруг тебя, что связано, вся твоя жизнь, она полностью влияет, все окружение. Прошел бой на турнире UFC, Волков против Левиса. И вот Волков доминировал, вел хорошо очень, но вот по удару Дерека он упал. Твое мнение, это был экипаж или все-таки это была такая запланированная, запланированный удар такой вот, который он готовил? Я думаю, все-таки это случайно, случайно попал, потому что Александр Волков, он выиграл, он как бы уже чуть подраслабился там, без вариантов, да все понимали, что он выиграл бой. Если мы сейчас в реванш сделаем бой, то мы прекрасно понимаем, что он выиграет его, то есть он уже будет до конца настроен. Я думаю, случайность, которая, ну, бой с Даниилом Кроме показал, что он не будет иметь пояс чемпиона UFC. Есть много еще каких-то ребят, которые смогут его побить. В продолжение этой темы хочется спросить, возможно ли как-то вот эту самую случайность подготовиться, возможно, к этому, как-то вот это предвидеть, как-то возможно ли такое, по-твоему? Насколько вот нужно сильно подготовиться, возможно, моральном аспекте, кто должен быть рядом, вот, чтобы оградить себя от этих вот каких-то эксцессов? Ну, опять же, много раз говорил, у нас тяжелый вес, у нас может решить все один удар, поэтому, конечно, готовиться надо и так далее, но вот эти маленькие нюансы, мы не можем их предвидеть. Конечно, надо готовиться, не расслабляться и так далее, ну, еще и что суждено, так и будет. Как тебе тяжелый вес? Как тебе тяжелый вес в UFC? Что скажешь? С кем бы хотел сам выступить в этом промоушен? В Вериме или кто-то, возможно, другой? Ты знаешь, по-моему, у меня и так дебют очень такой, получается, громкий. Сейчас, на самом деле, все мысли обои, поэтому там куда-то не заглядывай, сейчас надо поехать, дай бог подраться, а потом все уже после боя будем думать, что и как дальше. А твоя реальция? Какая она была, когда в эти вот начальные разговоры, когда начали говорить о том, что ты будешь выступать в промоушене, когда думали о том, кто будет твой соперник, что происходило в этот момент со твоей головой? Я был очень доволен, я был рад, потому что все равно мы, когда ставим цели, мы приходим к ним, это же большой успех, то есть маленькие цели, конечно, не буду скрывать, что это большая такая цель, в которой я шел какой-то, ну, определенный промежуток времени, трудился и когда-то достигаешь ее, это хорошо. Сейчас новые цели, которые надо также стараться выполнять, достигать, поэтому, конечно, чувство гордости, радости, что я в этом промоушене. А твоя работа с менеджерами? Кто вообще твой менеджер или что за работа ведется и твое отношение? Именно человеческий фактор? Слушай, ну, у меня менеджеры очень такие ребята грамотные, один наш земляк, Резван Магомед, второй Абдул-Азиз, то есть, я думаю, эти парни не нуждаются в представлении, мне кажется, их и свет знает, потому что они профессионалы своего дела, очень такие хорошие у меня отношения, то есть, там, в любой момент могу позвонить, узнать, что как, поэтому все отлично. А знаешь, твое такое субъективное мнение, почему организация «Доминанс ММА», которая возглавляет и привлекает спортсменов, почему оно количество ребят, два времена под ее эгитой, этот список растет, я очень хорошо помню, когда он был незначительным, вот, и растет изо дня в день, и все больше спортсменов хотят, вот, именно работать, получается, с этими ребятами, вот, в чем основа тебе этот успех, твое мнение? Ты знаешь, ну, вот, даже посмотрю по моему бою, парни, которые делают хорошо свою работу, вот, в первую очередь, они профессионалы своего дела, поэтому, конечно, каждый хочет иметь дело с профессионалом, если ты видишь, что что-то, какие-то, знаешь, такие хорошие бои делаются, то есть, так далее, и тому подобное, конечно, ты будешь работать с такими ребятами, которые, не знаю, наверное, я думаю, лидеры, наверное, да, в своем, вот, поэтому, тут все горит, все само за себя. А человеческий фактор играет какой-то значительный? Знаешь, я английский особо не знаю, вот, с Резвановым пытался разговаривать, вой, с Резвановым, с Абдул-Азизом, так чуть понимаю, в принципе, я-то виделся, приятный человек, Резванов чуть побольше знает, о Резване тоже могу сказать только хорошие вещи, потому что он такой позитивный парень, коммуникабельный, веселый, то есть, легкий человек, с легкими людьми всегда легко общаться, плюс при этом они являются, я повторюсь, профессионалами своего дела, то есть, все плюсы. Реклама, там сейчас 500 тысяч заплатили, шучу. Ты тренировался в Америке, Данил Камье, он за год практически защитил два раза поезд, двух веселых категорик, вот, что ты думаешь о нем? Смог бы, возможно, выступить против него, или уже есть какие-то такие хорошие, дружеские отношения? Ты знаешь, я только скажу, что это очень позитивный парень, когда мы уходили с души, а все уставшие, он просто всегда веселый, юморит, шутит, конечно же, хочу поздравить с тем, что он защитил второй раз поезд, это, конечно, серьезный, очень серьезный такой чемпион, действительно чемпион в двух весовых категориях, по поводу другого вопроса я ничего не буду говорить, и, конечно, также хочу пожелать ему, чтобы он дальше защищал поезд, выступал и так далее, без травм. Почему я хочу обсуждать второй раз? Ты знаешь, пока он не нужен. А что ты скажешь обоим между соотечественниками? Ты долгое время что-то мешало, выступить с Кириллом, сидельником, возможно, с дружескими отношениями, какое твое отношение в этом аспекте? Знаешь, как, есть много хороших бойцов-иностранцев, с которыми можно драться, и я не вижу в этом дефицита, поэтому лучше драться с иностранными бойцами, чем с нашими ребятами. Все равно у нас, знаешь, такая, можно сказать, большая семья, все равно где-то там мы пересекаемся по спорту и так далее. Понятно, что профессионалы мы все это разделяем, даже если подеремся где-то, от этого отношения хуже не станут. Все взрослые люди, все прекрасно понимают уже, к нам приходит осознание, что это работа, это очень хорошо. То есть, там, пару лет назад все равно мы относились к этому чуть по-другому. Сейчас со временем ты относишься к этому как к работе. То есть, тренировки – это твоя работа, поехать подраться – это тоже твоя работа. Это психологически другой статус. Ну, тем не менее, я предпочитаю лучше подраться с зарубежными бойцами, чем с нашими ребятами. Ты знаешь, он далеко не простой боец. То, что даже он сейчас проиграл нокаутом, я думаю, я думаю, мое мнение, что вот второй бой дать, мне кажется, выиграет. Он еще покажет себя. Он далеко не простой парень, который там с улицы, это шестикратный чемпион. Вот у нас есть диванные войска, наверное, все слышали. Да, он эксперт. Да, вот типа там чуть с пустом и так далее. Просто посмотреть на регалии человека. Вот возьмем боевое самбо России. Это же, считай, если ты выиграл чемпионат России, ты выиграл мир. То есть у нас конкуренция. Этот парень становился шесть раз чемпионом России. Ну, это о многом говорит. То есть его внешний вид, он обманчивый. Он далеко не простой парень. Я к этому. Без рекламы, без ничего. Просто он еще, в принципе, покажется. Именно этого бойца давно ждали в этой организации. На него возлагают очень большие надежды. Говорят, что в скором времени именно он завоюет поиск в тяжелом весе одной из самых лучших мировых организаций промоушена UFC. Было очень приятно побеседовать, Сергей. Спасибо. Желаем тебе удачи и успехов на Афганбате. Спасибо большое. Вам также процветание, чтобы развивались. И все было хорошо. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!